Доброе утро, дорогие друзья! На часах 6.32 Я уже кучу дел успел переделать Рексуля не дает мне поспасить Итак, что у нас сегодня? Сегодня у нас по катушке, по бродилке Я впервые решил за то время, сколько я здесь живу проехаться поближе к Альпам Я их вижу здесь, но мне хочется их потрогать И поэтому сейчас мы с тобой туда и поедем, дорогой мой друг Первым пунктом нашего движения к горам Будет городок под названием Вайсенсберг Вы спросите, почему именно Вайсенсберг? Почему у них знаменитые там какие-то Эти замки или озера и так далее Ну, потому что я решил сам это все разведывать Без всякого путеводителя Путешественников для... Где все уже протоптано, перетоптано Мне просто, честно говоря, мне понравилась картинка Я увидел картинку в интернете Позволил, что это такое Написано Вайсенсберг Ну, что ж... Так... Поэтому... Вот этим и будет наше достаточение Вот... Наш городок просыпается Сегодня понедельник Я уже более-менее освоился в городе То есть не теряюсь Так же, как на машине, так и пешком Здесь мы сейчас с вами сделаем Ну, вот Это башня с часами Вот видите 6.36 И у них правильно показывает Я сейчас выскочу на автобан И мы с вами еще поговорим Ну, вот Мы покидаем Людкирх И едем в сторону этого городка Еще что привлекло, что до него всего полчаса В общем-то Там еще 15-20 минут И мы сможем оказаться на Модензе Это самое большое озеро В Германии Тоже очень красивое Со своим островом Из всяких разных там Оранжерей Там очень много цветов Мы когда-нибудь Можете съездим Я там был Вот что делать Так Вот сейчас нам надо Внимание Нам надо поехать туда Куда нам надо поехать Ни в Мюнхен, ни в Меминген Нам в другую сторону По идее нам показывает 31 минуту Что мы будем ехать Это очень легкое путешествие Должно быть Это очень легкое путешествие Вот нам в сторону Линдау Неменитый городок На Как раз Находится он на этом озере Так вот Так вот Вышли на автобан Дадим газку немножко Я в последнее время езжу очень Аккуратненько 120-130 Не более Не хочется тратить лишние деньги На бензин Чтобы приехать на 2 минуты раньше Вот я уже вижу слева Слева уже вижу Алька Вам еще пока не видно Но мы будем с вами Наблюдать за артифу процесса Итак Включаем Круизный режим То есть 120 держит Машина Этого достаточно Чтобы двигаться По правой полосе И Хорошо Пронять Грузовички Итак Сегодня у нас Понедельник Сегодня Не сегодня А сегодня У нас понедельник Естественно Грузовики на дороге Но нам это Не мешает Совершенно Почему я выбрал Понедельник Во-первых Это солнечный день Сегодня Полностью солнечный То есть Без каких-либо Признаков Дождя От которого Честно говоря Я уже устал Второе Что Не будет так много Туристов На дороге Все-таки В воскресенье Я хотел сначала поехать А потом перейду Рекса Я с собой Не взял Потому что Я хочу Еще Не просто Съездить Я хочу Пофотографировать Взял с собой Камеру Свой Дикак И два Объектива 24-70 И сотку Сотку На тот случай А вдруг Но встретится Идельвейс И мы его Сотографировали Так вот Если взять С собой Рекса То он Этот Идельвейс Увидев Что я Им Заинтересовался Растопчет Разгрызет И выкидет То есть Он будет Мне помехом Потом И с ним Конечно Я Разведал Здесь Что оказывается Есть возможность Собакой На Ботензе Ездить Да И там Есть Собачьи Пляжи Вот Туда Мы с вами Обязательно Съездим Потому Как Я хочу Его В воде Поснимать В конце Концов Научить Плавать И это Будет Интересно Тоже Такое Путешествие А сегодня Я хочу Видеть Синее Небо По возможности И пофотографировать Гору Пускай Не на Самой Близи Но Вы знаете Такое Как раз Деревушка Гора Деревушка Гора Чисто Такие Баварские Синьки Вот Перед вами Впереди Они Я думаю Еще Немножко Проедем Будет Отчетливо Увидеть Интересно Тролль Есть Машина Написано Тролль Вот Если Вам Видно Не знаю Должно Быть Уже Наверное Впереди Горы Вон Они Ну Ничего Если Плохо Видно Мы Приедем Я Там Уже Позже Покажу И Попробую Пофотографировать Дымка Еще Утренняя Дымка Посмотрим Тоннельчик Небольшой Беседенький Такой Хорошо Освещенный И Мы Видим Свет В конце Тоннеля Замечет И Так Прямо По Курсу Альпы Сейчас Осталось 13 Км Через 10 Поверачивать Дело В том Что Мне Соседи Мои Подсказали Есть Такой Городок Брегенс До него Немножко Дальше Но Там Вроде Как Горы Руками Потропать Можно Говорили Они Не Знаем Посмотрим Дальше Один Дальше Один Дальше Дальше С Огон запрещен Зачем он тут Бранятся, обранятся Кстати, интересно, что мы с вами находимся Это в Баварии, по-моему Тут так это переплелось Баден-Люфтенберг и Бавария Что очень хорошо, потому что Культура той и другой земли не близка То есть вот, фраг штат Байен То есть мы были сейчас в Баден-Люфтенберге Я переезжаю Вот вам, пожалуйста, Байен, я же говорю Что-то мы приехали в Байен Вообще, по идее туристического Ой, как красиво Туристического селеса Должны обозначаться смотровые площадки Ну теперь-то я надеюсь, вам видно? Камера светлит, конечно, я понимаю Вот Вайсенберг нам говорит о том, что Можно будет сейчас сворачивать, да? Ну что ж, свернем Через один километр, говоря, да И будем внимательно смотреть, где наиболее выгодно для фотографии Местечко, где нужно остановиться Спокойно сфотографировать Так, через 350 метров поворот Хорошо 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 Да, уж вот Прекрасно Поехали Раз уж наметили этот городок для посетительства То мы в него и поедем Какая прелесть. До Линдау всего лишь 3 километра. Перенесим до Вайсберга. Вайсенсберг. Вайсенсберг. Так, ну тут 50, это не полосы. Я задал какую-то улицу, потому что мне отказывалось с навигацией работать только на город. Поэтому нас ведет как бы на какую-то улицу, но нам все равно. О, бля. И, Саш, видим, какая же из них Вайсенсберг. Интересно знать. Какая из них Вайсенсберг. Ну, мы сейчас где-то в городке, наверное, на выезде из городка поставим машину и немножко пофотографируем. Заодно посмотрим, где мы едем. Обычно это вот уже городки такие. Вот я первый сразу вижу Вестехаус. Здесь какое-то озеро. Ну, туристические они. Вот еще один отель. Тут должно быть много отелей. И частные лица сдают свои дома и домики для отпускников. Вот так. Ну, вот проскочили, как бы, Вайсенсберг. Так-так-так-так-так-так. В нем ничего такого я не увидел, чтобы можно было срочно тормозить. Хорошо? Ну, я в своем выборе свободно. Может, что мне нравится. Поедем-ка мы по Вестгородность до улички. И поедем уже до Линдава тогда. Потому что... Я думаю, там нам будет немножко интереснее. Так. И где наша Линдава? А, вот, 4 километра, наверное. Так, кемпинг. Да, еще, кстати, вот кемпинги здесь обожают. О, так мы с вами выбрались-то на Бодензе. Я же говорил, нет, ну, поедем куда-нибудь так. Это чтобы... Совсем известное место. Попали в самое известное. Ну, ладно. К вам поясню. Вот, город Линдава. Ставим на 50. Поехали. Так, свободные парковки. Так, 700 с лишним штук. Так, вот, найдем где его в городе, наверное. Так. Я предлагаю двигаться в сторону озера. Озеро мы видели впереди. Линдау Инцель, да? Что-то мне напоминает. Линдау Инцель. Я здесь был лет 10 назад. Ну, конечно, не на машине. Нет, на машине был. Правильно, на машине был. вот, посмотрите, какая прелесть. Маленький Баварский городочек такой. Пригород Линдау. Или мы уже в самом Линдау. Ребята, вот здесь я не разбираюсь. Поэтому извините. Я думаю, в самом городе мы должны подкратиться поближе, поближе к озеру. Тогда, раз уж мы на озере там, на округе. Так, 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 так. Попробуем сюда заехать. Что это будет? Я бы такой, чтобы сейчас поставил машину где-нибудь. Как я чувствую, тут уже можно пешком ходить. Ну, вот. Куда-то мы с вами попали. Ну, вот. Такое. Будем же. Видите? Леги не плавают. А здесь стоянка такси водяных. Пойдемте дальше. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!